Если государство начинает учить патриотизму, значит в государстве что-то не так. Нельзя наказывать человека за то, что он говорит право. Я не верю, что идеологию можно насадить сверху. Во всяком случае, если бы это касалось меня, я бы не хотел, чтобы какая-то конкретная идеология вбивалась в голову моему сыну. Если надо будет, они научатся военной службе в армии, если армия еще способна их чему-то научить. Помните, что у вас есть права и вам стоит эти права отстаивать. Только так мы сможем победить. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы будем обсуждать нововведения в системе образования в Беларуси. Мы хотели бы обсудить эту тематику с точки зрения общечеловеческой и с точки зрения правовой. Со мной сегодня Сергей Зекраски, представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам. И я глава кабинета представителей Светланы Тихановской. И вот я хотел бы начать с тех новостей, что в белорусских школах появятся постоянные позиции, работа священников и работа военруков. Мне интересно было бы узнать ваше мнение, Сергей, касательно того, как это соответствует Конституции, когда у нас фактически появляется одна господствующая идеология в школах, которую продвигают люди, в принципе, не имеющие такого непосредственного отношения к системе образования. На мой взгляд, здесь есть очевидные противоречия. Республика Беларусь – это светское государство. Это означает, что религия отдельно, а государственная система – это отдельно. Религия еще раньше начинает появляться в Кодексе об образовании. В статье 2 указано, что учреждения образования могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями по заявлениям родителей. На мой взгляд, это неправильно, поскольку все-таки вмешиваться в религиозное воспитание государство не может. Это то, что находится в сфере прерогативы взаимоотношений родителей и ребенка и его духовного воспитания. Это первый момент. Второй момент – мы все-таки говорим о равенстве всех религий. И в ситуации, когда тот факультатив, о котором объявлено, делается в сотрудничестве с православной церковью, мы видим о том, что имеет место определенная дискриминация. Почему православные? Если православные у нас занимают большинство населения, большинство верующих, это не означает, что другие религии должны быть каким-то образом ущемлены. Исходя из того, как работает система образования Беларуси и как вообще работают государственные институты, насколько реалистично ожидать, что родители, дети которых являются католиками или мусульманами, евреями или представителями других религий, смогут заявить о том, что их дети не нуждаются в таком образовании, которое преподается исключительно православными священниками. Будут ли для них последствия? Насколько легко будет заявить просто свою позицию и сказать, мы в этом не участвуем? Знаете что? С одной стороны, это факультатив. Факультатив означает, что участвовать в этом факультативе не обязательно. И я бы хотел, чтобы все, кто смотрит нас, запомнили, у вас всегда есть право отказаться от участия в факультативе. С другой стороны, мы знаем, как это происходит на практике. Когда есть указания сверху о том, что все должны принимать участие в этом факультативе, о том, что все должны принимать участие в духовно-нравственном воспитании и так далее, то учителя будут как раз таки давить на учеников, чтобы они принимали в этом участие. К сожалению, сегодняшняя роль учителя превращается не в процесс преподавания, а в процесс идеологического воспитания, того воспитания, которое требуется со стороны государства. Я вижу это по своему ребенку, который не так давно закончил школу. И моему ребенку повезло, что до этого он два года учился в лицее, там как бы все было нормально. До того, как он учился в школе, мы просто видим, что, к сожалению, учителя загнаны и занимаются не непосредственно процессом образования, а занимаются идеологической подготовкой. Но, тем не менее, ваша рекомендация была бы какой? Если кто-то не согласен с таким нововведением, вы рекомендовали бы настаивать на том, чтобы отстаивать свои права и не подвергать детей этому стрессу? Моя рекомендация очень простая. Буквально на первом классном собрании задать вопрос вашему классному руководителю. Скажите, пожалуйста, обязательно ли посещение этого факультатива? И услышать ответ на этот вопрос от классного руководителя. Если классный руководитель не может четко ответить на этот вопрос, задайте этот вопрос заучу, задайте этот вопрос директору. Вы должны услышать от них то, что посещение этого факультатива не является обязательным. И дальше, руководствуясь их указанием о том, что это не является обязательным, вы принимаете самостоятельное решение. Хотите вы или не хотите, чтобы ваш ребенок ходил на подобного рода факультативы. Ваш прогноз, как это будет резонировать среди родителей? Зная то, что все-таки у нас действительно светское государство, у нас нет такого засилия, нет навязанного присутствия религии в нашей ежедневной жизни, как на это будут реагировать родители? Захотят ли они вставать за своих детей, отстаивать их права, или все-таки они поддадутся под это давление и согласятся на то, что такой факультатив будет иметь место? Я думаю, что факультатив будет иметь место, потому что это то, что было установлено на уровне государства. Другой вопрос, кто туда будет ходить и насколько они активно будут ходить. Я общаюсь с разными родителями и я знаю, что среди моих знакомых, друзей есть очень религиозные родители, которые занимаются духовным воспитанием своих детей, но эти родители, как правило, занимаются духовным воспитанием своих детей самостоятельно, через посещение неких воскресных школ и так далее. И я абсолютно уверен, что те воскресные школы, куда они отдают своих детей, значительно более профессионально дают именно вот такое духовное воспитание. То, что будет происходить в школе, ничего общего с духовным воспитанием, собственно говоря, не будет иметь. Ведь мы видим, что факультатив, который нам навязывается, называется духовно-патриотическое воспитание. И вероятнее всего, речь будет идти именно о патриотическом воспитании. Что касается наших родителей, то я вижу и весь 2020 год и начало 2021 года показали то, что наши граждане очень четко настроены на то, чтобы защищать свои права и на то, чтобы не поддаваться на разного рода непонятные действия со стороны режима. И я думаю, что вряд ли наши родители будут отдавать детей в эти факультативы, а те, кто на самом деле заинтересован в духовном воспитании, просто пойдут в ближайшую церковь, в костел, в иное духовное учреждение и будут заниматься духовным воспитанием. Во всяком случае, если бы это касалось меня, передо мной стояла бы такая проблема отдавать сына или не отдавать, позволять ли ему посещать такие факультативы или нет, то я бы воздержался. Я бы не хотел, чтобы какая-то конкретная идеология вбивалась в голову моему сыну, которая зачастую могла бы противоречить тем установкам, которые существуют в моей семье. Теперь ко второму моменту. В дополнение к духовно-патриотическому воспитанию теперь вводится еще и должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. В школы возвращаются военные руки, возвращаются в условиях мирного времени. Беларуси не угрожают какие-то внешние силы, вторжением. Общая ситуация в регионе остается достаточно стабильной. Может быть, не всегда спокойной, но тем не менее стабильной. Ваш комментарий. Как вы думаете, насколько это востребовано, насколько это необходимо? Есть ли для этого условия, есть ли для этого специалисты? И не заберет ли это дополнительное время у наших детей? Не перегрузит ли их учебный график? Знаете, первый момент относительно патриотического воспитания. Что такое патриотизм? Патриотизм это любовь к родине, преданность идеалам родины, готовность отдать все, что у тебя есть за эту родину. И как говорил один известный философ, если государство начинает учить патриотизму, значит в государстве что-то не так. Патриотизм это то, что внутри человека. Нас нельзя учить патриотизму. Мы сами любим свою родину. Если государство пытается учить патриотизм, значит государство пытается навязать свою идеологию. Я помню свой 11 класс. Когда к нам в 11 класс пришли и сказали, ребята, собираемся, у нас на протяжении двух недель будут занятия по военной подготовке. Я сказал, стоп. У меня есть курсы, я готовлюсь к поступлению в университет. Я не хочу тратить свое время на военную подготовку. И я помню этот момент. В нашем классе восстали практически все мальчики. И мы сказали, мы не пойдем. Потому что это надо было дополнительно после занятий ходить на подобного рода подготовку. Мы не пошли. И в итоге мы поступили в университет и начали самостоятельно строить свое будущее. Точно так же и здесь. Я считаю, что военная подготовка это не то, что нужно нашим детям. Если надо будет, они научатся военной службе в армии. Если армия еще способна их чему-то научить. Следующие новости. Министр образования Карпенко. О мерах безопасности в столичном образовании. В школах должна быть дисциплина. Вопрос дисциплины в Беларуси всегда оставался центральным. Говоря, Лукашенко часто обращается к необходимости жесточайших мер о перетрахивании и так далее. А теперь это приходит в школу. В принципе, в школах всегда вопрос дисциплины стоит остро. Поскольку это дети. Поскольку это дети, которых невозможно усадить за партой и ждать от них, что они будут сидеть как гвоздики и оставаться неподвижными все это время. Поэтому тема дисциплины, она как бы органичная для школы. В то же время, те меры, которые предлагаются, те подходы, та философия, которая навязывается государством, они уже переходят в какие-то пределы нормального. В частности, запрещается, точнее, есть уже призыв о том, что нельзя критиковать преподавателей. Поскольку это подрывает их репутацию, размывает их образ. И это продолжает такую тему, что уже, в принципе, никого невозможно критиковать в белорусском государстве, начиная от президента, заканчивая министрами, тем более силовиками. Не дай бог посмотреть неправильно в их сторону. Это может грозить себе не просто дисциплинарными мерами, а серьезными проблемами для жизни. Как вы прокомментируете вот это вот наступление дисциплины по всем фронтам? Смотрите, я бы тут хотел обратить внимание на два момента. Во-первых, дисциплина и безопасность. Я считаю, что когда мы говорим о безопасности детей, естественно, да, государство должно беззаботиться о безопасности. Мы отдаем своих детей в учреждения образования, и мы надеемся, что ученики там будут в безопасности. Но дисциплина это совсем другое. Дисциплина это когда ученик сам принимает решение, как он будет себя вести внутри учреждения образования. И если ему будут говорить о том, что он должен здесь сидеть, там стоять, туда идти строим и так далее, это не имеет ничего общего с духовным, с нравственным воспитанием ребенка. Это первый момент. Второй момент. Каким образом вот эта вот якобы безопасность вводится в школе? Всем поставили эти турникеты. Что должны сделать родители? Родители должны купить чипы для того, чтобы их ребенок попал в школу. А если ребенок потерял чип, значит надо покупать этот чип еще раз. Очень важный момент. Момент контакта родителя с учителем. Ведь если раньше мы могли спокойно прийти в школу, поговорить с учителем, то теперь нам министр образования говорит о том, что родители вроде бы как имеют право общаться с учителем. Но это должно быть сделано по графику. Пожалуйста, запишись, приди и согласуй время, когда ты будешь общаться с учителем. Приходи там в субботу в конце концов. На мой взгляд это недопустимо. Когда у моего ребенка был конфликт с учителем физики, я сразу же пришел в школу и начал разговаривать с учителем физики. Почему я должен ожидать субботы, чтобы решить конфликт с учителем физики, который есть у моего ребенка? На мой взгляд это недопустимо. Это первый момент. А теперь второе. Критика. На самом деле критика это самое положительное, что может быть. Когда мы критикуем, мы пытаемся найти некое решение общего вопроса. И на мой взгляд учителей надо критиковать. Надо критиковать не только учителей. Критиковать надо всех. И не надо бояться критики. К сожалению в нашем государстве считается, что если тебя критикуют, значит мы каким-то образом подвергаем сомнения чей-то авторитет. И подвергаем сомнения чьи-то знания и профессионализм. Ничего подобного. Если тебя критикуют, это означает, что мы пытаемся найти что-то общее. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы должны рассказать это нашим детям. Ребята, никто не совершенен. И ваш учитель не совершенен. Если вам что-то не нравится, подойди к учителю. Расскажи, что ему не нравится. Если ты не смог решить этот вопрос с учителем, поговори с родителем. И родители имеют право критиковать учителей. И в этом нет абсолютно ничего плохого. Теперь я хотел бы обратиться к теме репрессий в системе образования. Это происходит в вузах. Это происходит и в школах. Вот новость о том, что в Сморгоне начали судить 46-летнего бывшего учителя истории и общества знаний местной гимназии Андрея Петровского. Который обвиняется по уголовной статье «Клевета в отношении президента». Потому что он на одном из занятий показал ученикам видеоролик на тему Конституции с логотипом, который был признан в Беларуси экстремистом. И тем не менее сам преподаватель, который не создавал этот контент, только показал его, теперь подвергается таким гонениям. Интересно ваше мнение как профессионального юриста, адвоката с богатой практикой. Как вы оцениваете применение этой статьи о «Клевете»? Начнем с того, что международные принципы говорят о том, что за дефамацию, условно говоря, за «Клевету» вообще нельзя привлекать к уголовной ответственности. Это принцип, который установлен во всех демократических обществах. Если кто-то распространил недостоверные сведения, ответственность может быть только гражданской правовой, но не уголовной. Это первый принцип. Второй принцип, который тоже существует в демократических обществах, говорит о том, что чиновники, они в меньшей степени должны подвергаться защите, чем обыкновенные граждане. Просто потому что мы должны критиковать чиновников, и это дает обществу возможность правильно развиваться. В республике Беларусь все совсем по-другому. Если уголовная ответственность, которая существовала достаточно давно по «Клевете», она у нас была, но недавно изменили, то ответственность уголовная за «Клевету» в отношении президента существовала раньше. Ответственность была значительно больше, чем просто ответственность по «Клевете», и она продолжает существовать. Это абсолютно неправильно. Нельзя привлекать к уголовной ответственности за распространение неких сведений в отношении президента, за распространение неких сведений в отношении чиновников. А теперь посмотрим, за что, собственно говоря, привлекают к ответственности, пытаются привлечь к ответственности этого учителя. Он показал ролик про конституцию. Он указал на то, что конституция нарушается. Ну, она на самом деле нарушается. Почему нельзя говорить о том, что нарушается конституция? Если вам не нравится, что нарушается конституция, ну, так сделайте что-нибудь, чтобы эта конституция не нарушалась. Нельзя наказывать человека за то, что он говорит право. Спасибо. Говоря о критике как таковой и критике на уровне преподаватель-ученик или критике государственных органов, в принципе, тема надзора за деятельностью органов госуправления в Беларуси практически отсутствует. То есть у нас нет ни институтов, ни механизмов. Теперь у нас забирают и право даже говорить о надзоре, о контроле, об оценках того, как это делается. Как далеко может развиться система госуправления и вообще страна в условиях, когда общественность лишена абсолютно возможностей осуществлять такой надзор, контролировать, высказывать свое мнение, критиковать? Знаете, я бы вспомнил один интересный случай, который был еще до события 2020 года. В чем у нас проблема? В том, что у нас вроде бы есть управление образования, есть министерство образования, которое должно наблюдать за деятельностью школ, университетов и исправлять, когда что-то происходит не так. Помните случай, когда в какой-то региональной школе учительница взяла то ли стул, то ли еще что-то, замахнулась на ребенка и потом, видя об этом, попала в сеть. Что сделало управление образования? Управление образования на самом деле вмешалось и приняло меры, и этот учитель был уволен. Уволен абсолютно справедливо, потому что, как бы не провоцировал ребенок учителя, там наверняка была провокация, но как бы не провоцировал ребенок учителя, учитель не имеет права применять физическую силу и даже показывать возможность применения этой физической силы. Но что получилось потом? Потом вмешивается Лукашенко, начинает вставать на защиту вот этого учителя, учителя возвращают, а директора школы увольняют. То есть мы видим, что даже в той ситуации, когда управление образования абсолютно правильно вмешалось, те лица, которые не должны заниматься контролем системы образования, они вмешиваются и начинают творить произвол в системе образования. И это мы сейчас видим по сути везде. У нас на уровне самого верха в систему образования вкрадывается идеология, и по сути идеология является основным моментом, который должна присутствовать в государстве. И поэтому ни о каком контроле сейчас речи быть не может. Если учитель будет заниматься идеологическими вопросами, этот учитель будет защищен системой, вне зависимости от того, профессионально это учитель или не профессионально. Спасибо. Последний вопрос, пожалуй, такой суммирующий. Об эффективности таких мер духовно-патриотического воспитания, военно-патриотического, идеологического воспитания в нашей школе. Что-то похожее существовало в Советском Союзе. Возможно, за исключением того, что там не работали священники по понятным причинам. Но вопрос в эффективности. К чему это привело? Позволило ли это той системе выжить, улучшаться, совершенствоваться? И как это отразилось на людях? Ведь если мы посмотрим тоже на нас самих, тех людей, которые выросли в той системе, которые ходили в советские школы, стали ли мы коммунистами? Стали ли мы приверженцами жесткой руки всегда? Или все-таки из этих школ вышли люди с абсолютно нормальными либеральными ценностями, которые понимают важность верховенства права, демократических институтов, важность прав человека? Опять же, возвращаясь. Будут ли эти меры эффективными? Приведут ли они к тому, что наши дети станут такими мини-лукашентами? Смотрите, я не верю, что идеологию можно насадить сверху, идеологию можно насадить насильно. Ведь, давайте посмотрим. Ученик приходит в школу, ему что-то говорят про идеологию, что-то говорят про то, что государство делает там все, что возможно и так далее, и что он должен, обязан любить государство. После этого ученик возвращается домой и слышит на кухне разговоры родителей о том, что происходит на самом деле. Кому он поверит? Я думаю, что он поверит родителям. Потому что, ведь правду не скроешь, если разговоры в семье есть, даже между родителями ребенок это воспитывает, Более того, родители сами по себе воспитывают ребенка и доносят ему те ценности, которые существуют. Нельзя сверху что-то сделать и нельзя обязать изменить свое мнение. И я, у меня такое ощущение, что эффект будет абсолютно обратным. Если в меня что-то впихивать, оно наоборот будет вызывать отвращение. И я просто вспоминаю себя в свои школьные годы. На меня пытались повязать этот пионерский галстук, но из этого, собственно говоря, ничего не вышло. Я вижу своего ребенка-подростка, который абсолютно независим и приходит мне со школы и рассказывает, Слушай, у нас было такое, а почему так? Я говорю, слушай, ну это абсолютно неправильно. И этот ребенок, он как бы пришел уже оттуда, видит, что это абсолютно неправильно. Он подтвердился моим мнением, что это абсолютно неправильно. Завтра они с ребятами обсудили, что это абсолютно неправильно. И вот. То есть впихивают, но итогов все равно не будет. Спасибо большое, что присоединились к нам и послушали наше обсуждение этого злободневного вопроса. Тема в развитии. Безусловно, что все только начинается, но в то же время мы понимаем, что у нас есть свои права, нужно эти права отстаивать, нужно делать это смелее. Речь идет о наших детях, речь идет о самом важном в нашей жизни. Поэтому у нас должно быть достаточно и энергии, и уверенности в том, что мы правы, и что мы имеем право отстаивать интересы наших детей. Если у вас есть дети, или вы знаете кого-то, у кого есть дети, покажите это видео вашим детям, покажите это видео другим родителям. Помните, что у вас есть права, и вам стоит эти права отстаивать, только так мы сможем победить.